Переселенцам из Крыма и зоны АТО упростили процедуру оформления своего статуса и освободили от необходимости доказывать его в государственных ведомствах. Парламент Украины во вторник принял во втором чтении закон номер 2166, который значительно упрощает процесс интеграции в украинское общество тех, кто вынужден был покинуть свой дом. Документ, напомним, был внесен в парламент еще в феврале, однако несколько месяцев лежал в комитетах и был принят в первом чтении только летом. Авторы законопроекта несколько месяцев добивались включения документов в повестку дня пленарных заседаний для окончательного утверждения во втором чтении, однако всякий раз слышали различные причины отсрочек. Одной из них, по словам Григория Немырий, например, стало то, что содержание законопроекта не соответствует тематике нынешней пленарной недели, которая посвящена либерализации действующего законодательства для введения в стране безвизового режима. Стан ситуации с внутренно перемещенными особами, которых уже больше полутора миллионов. На мое переконание, законодательное обеспечение, гарантия интеграции и обеспечения прав внутренно перемещенных осіб, имеет прямое, безпосереднее отношение и до такого вопроса, как перспектива безвизового режима для граждан Украины. Потому что внутренно перемещенные особи – это граждане Украины. Еще одним аргументом длительной отсрочки принятия законопроекта, по словам его авторов, было то, что документ не входит в пакет реформ, которые необходимо провести в стране для ее евроинтеграции. Депутат Валерий Пацкан с этим не согласен. А ситуацию с отсрочкой принятия законопроекта связывает с тем, что многие его коллеги по парламенту просто недооценивают важность упрощения процесса интеграции переселенцев украинского общества. Законопроект номер 2166 разрабатывается вместе с общественными экспертами. И призван значительно упростить жизнь переселенцев. Теперь, чтобы доказать свой статус, не обязательно будет иметь соответствующий штамп с регистрацией в паспорте. А справка переселенца становится бессрочной, и ее не нужно подтверждать штампом миграционной службы. Законопроект также обязует Кабмин создать единую базу данных внутренне перемещенных лиц, чтобы им не приходилось больше доказывать чиновникам свой статус. Ликвидация этих унизительных процедур и минимизация бюрократических проволочек крайне важны для обеспечения прав переселенцев, отмечают правозащитники. З початком перемирья, умовно люди, які повертаються на Схід України, повертаються в Крим, часто вони це роблять не тільки через те, що там вже все добре. Часто вони повертаються саме через те, що вони не змогли реалізувати свої права на місці переселення. Ми повинні відноситися до них з деякою преференцією надавати не тому, що ми хочемо дискримінувати всіх інших жителів країни, а тому, що я вважаю, не можна покарати людей 10 разів за те, в чому вони не винні. Вместе з тим, один закон 2166 не способен кардинально змінити к лучшему житті переселенців. Для їх успешной інтеграції на новых местах жительства необхідні і другие змінения. І наработки для законодательній бази цих змінений вже готові. Однака, вони продовжують лежать в комітетах парламента. Ми нарахували п'ять нагальних законопроєктів, що стосуються прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, які потребують підтримки парламенту, але, на великий жаль, не знаходять свого місця в робочому графіку Верховної Ради. Эти п'ять документів касаються насущних проблем переселенців із Крима і зони АТО. Реалізація їх прав наравне з остальними гражданами України, в тому числе і імущественних, які були нарушені в результаті российської агресії.